Первое заседание новоизбранного парламента Грузии назначено на 25 ноября. Оппозиция, получившая 61 мандат из 150, отказывается входить в парламент и требует проведения досрочных выборов. В Тбилиси устраивают акции протеста и перекрывают центральные магистрали. Тему продолжит Михаил Рыбакидзе. Движение транспорта в центре Тбилиси парализовано. Активисты блокировали перекресток у первого корпуса Тбилисского государственного университета. А отсюда дороги из района Ваке ведут в сторону проспекта Руставели и площади Героев. В университете и ряде других вузов учебный процесс приостановлен. В администрации учебных заведений решили отказаться от проведения лекций, чтобы избежать обострения. На минувшей неделе студенты, поддерживающие оппозицию, попытались забаррикадироваться в аудиториях. Создание так называемых очагов напряжения – один из ключевых пунктов плана оппонентов правящей партии. Оппозиция, проигравшая на выборах, старается до конца показать свое настоящее лицо. Перекрывая дороги и устраивая акции, они создают дискомфорт нашим гражданам. Они проиграли, и их можно пожалеть. Но эти злости и коварства не достойны жалости. Оппозиция не принимает итоги выборов в парламент и считает, что они были сфальсифицированы грузинской мечтой. Теперь они добиваются повторных выборов, которые, по мнению оппозиционеров, должна проводить не Центральная избирательная комиссия, а приглашенные зарубежные эксперты. Хоть это и противоречит грузинским законам. Наш долг – проводить акции и протестовать везде, до тех пор, пока не вернем голоса. Их у нас украли. Главная цель – не допустить отклонения Грузии с европейского пути. Оппозиция следует инструкциям Запада. Сами они ничего придумать не могут. Эти люди полностью подотчетны тем, кто им платит. Оппозиция в Грузии полностью деструктивна. Протест оппозиция прекращает ненамеренно, а о дальнейших планах своим сторонникам они сообщают поэтапно. Между тем, до первого заседания новоизбранного парламента остается несколько дней, и депутатам предстоит выразить поддержку составу правительства. Но, как ожидается, кабинет по-прежнему возглавит Иракли Кобахидзе, и большинство министров сохранят свои портфели. Михаил Робахидзе, Хачеса Мадашвили, МИР24. Президент Грузии Салуме Зарубишвили на стороне оппозиции и также не признает итоги выборов. Более того, она отказалась подписывать распоряжение о созыве первой сессии парламента. Продолжение следует...